Всем здравствуйте! С вами на связи федеральная юридическая группа «Дело Время». Меня зовут Струха Вольга, я практикующий юрист в сфере банкротства, управляющий партнер компанией. Напомню, что мы занимаемся списанием долгов с 2015 года, и по настоящий момент у нас не было ни одного проигранного дела, когда подложнику не списали долг. Перед просмотром ролика обязательно подпишитесь на наш канал на YouTube, нажав на колокольчик, а также подпишитесь на наш Telegram-канал, так вы будете всегда в курсе выхода новых роликов и актуальных новостей. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что в конце мы дадим вам алгоритм действий, куда жаловаться на МФО и по какой проблеме. Немного об МФО. МФО – это кредитная организация, которая выдает, как правило, физическим лицам небольшие по сумме краткосрочные денежные займы. По таким займам устанавливается большая процентная ставка, которая может достигать нескольких сотен процентов годовых. Процент обычно начисляется за каждый день в пользование микрозаймов. Так как процент возврата таких кредитов значительен, то кредитор для компенсации таких потерь устанавливает большую процентную ставку. Предполагается, что заемщик сможет быстро их вернуть, так сказать, занял деньги до зарплаты. Микрофинансовые организации все активнее набирают популярность. Сейчас рекламы МФО мы видим не только на баннерах и остановках, но и абсолютно во всех интернет-ресурсах. В 2022 году достаточно пару минут, чтобы оформить займ и получить деньги, не выходя из дома. От вас потребует только онлайн-регистрацию в сервисе, указание паспортных данных и привязку банковской карты. К сожалению, красочная реклама все чаще и чаще манит за легкими и быстрыми деньгами. Хочется отблагодарить МФО за такое «открытое и доброе» отношение к людям. Однако многие даже и не думают о том, что в случае несвоевременной оплаты, даже на первый день просрочки, можно попасть под настоящий трейсинг и давление со стороны МФО и коллекторов. Кстати, на нашем канале есть подробное видео на тему «Что будет, если не платить микрозаймы». Ссылка на него на экране. В первые дни просрочки представители МФО начинают активно оказывать психологическое воздействие не только на самого заемщика, но и на его окружение. Далее действия МФО становятся более агрессивнее, звонки учащаются, угрозы усиливаются. А для того, чтобы избавиться от подобных действий, нужно быстро отреагировать и своевременно оформить жалобу на незаконные действия МФО. Напомню, что деятельность МФО и коллекторов регулируется законом 230 ФЗ, или, как его называют в миру, законы коллекторов. Данный закон определяет, как должны себя вести организации-изыскатели в случае пропущенных просрочек со стороны заемщиков. И закон номер 151 ФЗ о микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций. Он регулирует деятельность МФО. В нем же прописаны контролирующие и надзорные организации. Кстати, если вы хотите короткий и понятный ликбез по данным законам, что можно, что нельзя делать МФО, какие у вас есть права, вы можете мне дать это знать в комментариях, и мы подготовим отдельное видео на эту тему. Итак, куда можно пожаловаться на МФО? Для того, чтобы оформить жалобу на МФО, нужно следовать правильному алгоритму и совершить несколько шагов. Первое. Для начала нужно позвонить на горячую линию МФО и с уверенностью заявить о том, что ведется запись разговора и что вы точно знаете, что неизвестные и угрожающие вам звонили по задолженности именно с данной компанией и потребовать зафиксировать вашу жалобу и провести внутреннюю проверку. Второе. После прозвона горячей линии нужно оставить жалобу финансовому полномочному, так называемый финансовый омбудсмен. Такая функция сейчас есть практически в каждом личном кабинете и каждой МФО. В жалобе вам нужно подробно описать всю эту проблему и потребовать произвести проверку и наказать виновных. Важно, чтобы суть конфликта заключалась именно в деньгах. Например, вам неправильно посчитать остаток займа, комиссии и так далее, а не по вопросу многочисленных звонков. Третье. Вы также можете обратиться в Роспотребнадзор. Сюда можно направить заявление, например, если МФО допускает нарушение закона о защите прав потребителей. Например, при оформлении займа вас не предупредили об определенных комиссиях или сборах, вас ввели в заблуждение. Или, например, МФО продала заем коллекторам, хотя в договоре присутствовал пункт о вашем несогласии, то есть происходит нарушение условий договора. Четвертое. Составить жалобу ФССП. Сделать это можно на официальном сайте судебных приставок. Нажав вкладку «Интернет-приемные», оставить электронное обращение, далее нужно ввести требуемые данные и описать ее проблему, с которой вы обратились. Сюда вы как раз можете обратиться в случае, если вам звонят в ночное время, если вас шантажируют, причиняют вред вашему имуществу. Пятное. Данное действие применяется реже, но все же, если после выполнения четырех предыдущих пунктов давление продолжается, угрозы не прекращаются, либо происходит распространение негативной информации об адсоциальных сетях, нужно обратиться в прокуратуру либо полицию и написать заявление на данную компанию. Обычно после такого заявления прокуратура дополнительно к своим действиям подключает к ССП и проблема с угрозой недавления решается. Не каждый же АПФО готова лишиться лицензии. Дорогие друзья, если у вас остались вопросы, пожалуйста, напишите нам их под этим видео в комментариях. А если же долги, МФО, приставы, коллекторы не дают вам продыха, не забывайте, что существует процедура банкротства физических лиц, в итогом которой с вас будут списаны все долги и кредиты. А для того, чтобы узнать, подходит ли именно ваша ситуация под процедуру банкротства, перейдите по ссылке в описании к этому видео и наши юристы проконсультируют вас бесплатно по вашей ситуации. Ну и, конечно, не забываем поставить лайк этому видео, ведь мы трудимся для вас. Всем пока!